Это вот тоже к вопросу о вмятинах, я ради интереса решил снять, черкал тут тебя, вот на крыше, считать не пришлось, но все равно интересно так сказать, это же у меня как сдача экзамена на профпредельность, и вот поэтому не поленился, я вот нарисовал, с чем пришлось столкнуться мне, ну тоже интересно так сказать, когда все это доделается, знать допустим сколько в мяч, здесь вот на этой стороне было вот, вот здесь 54, вот здесь получилось больше, все 5 вот их, вот так, так что, вот пока что, пока что есть с чем воевать, и этого еще больше, чем уже заданных, пока что до середины далеко, дефектовка крыльев, к сожалению отсюда доступ есть, либо снять фару, либо защиту, как мы вот сейчас увидим, вот здесь, попытаюсь, хотя бы в таком свете, нифига не получается, вот они вмятины, их только вот так вот видно, только вот таким вот вариантом видно, в общем их тут хватает, ну естественно боковой поверхности, к сожалению, снимать хотелось бы, но не получается, экран слетен, короче решение какое, по-хорошему, вот тут даже на крыле, на краешке крыла, вмятинка тут вот она, видно, как-то надо с ними бороться, и что, да не что, вот здесь вот конечно есть минимальный, вот на фару опереться, но может куда-то вот сюда дойти, сейчас посмотрим, на интернете поглядеть, как снимаются фары, если не вместе с бампером, то было бы неплохо снять фару, и какую-то часть крыла можно сделать будет так, вот, что предпочтительнее для меня, легче и быстрее и аккуратнее, ну что, начинаем потихоньку шевелить, капот уже снял я, просто там как бы небольшая заминка с тем, чтобы выехать машине, вот тут снега навалило, надо почистить, вот, а потом уже выезжать, вот так, к сожалению, особо доступа нету, вот здесь немножко доступ, есть, вот здесь немножко доступ, крыло, то есть залезть куда-то вот сюда, крючочком там в несколько минут, ну естественно, если снять защиту, если снять фонарь, если есть дверь, тут с двери, конечно, тоже как-то, или открыть, вот, как-то с двери можно залезть, тут защита вот стоит, но все равно это чего-то можно здесь вот в эти места лезть, как-то. Ну, особой воли и сходы в доступе тут нету. Ну, по крылу, по крылу вот такой вот крючочек, наверное, который будет заходить далеко крыло, как только им и ковырять. Опять же, тут упорчик есть, вот он один, и упорчик есть вот он и вот он. Ну, там, как бы, несколько отверстий. Ну, в принципе, как мы видим, вот все, заходит, вот я одну вмятинку уже не хочу. Вот, и так дальше. Вот, ног свои не вью. Вот, до сюда заходит, там что-то упирается, какая-то перегородка. Вот еще новый фокус. Ну, ладно. На этом пока все. Ну, что же. Машинка уехала в гараж постоять. Вот он, наш капотик. Вот. Будем нянчить его. Вот. Вот такая работа стоит. Как получится, я, конечно, не знаю. Сам, конечно, ужасаюсь, потому что тут есть кое-где такие вот вмятины. Прям страшные, скажем так. А я знаю, что здесь впереди двойной металл, как раз в этом месте. Вот. Так что по доступу будет скучно. Вот. А ямы глубокие и, как бы, серьезные. Видно из видео. Тут, конечно, страшновато. Ну и, как сами понимаете, большая часть красивых вмятин будет под жесткостями. Как это уже печально известный опыт, так сказать. Ну вот. Начнем с потихоньку. Следующим номером я чуть протер. Машинка была у меня уже чистая. И надо слегка подполировать, потому что машинка была, наверное, уличного хранения. И она такая вся шуршит. И несколько ухудшает видимость при работах. Вот. Поэтому я беру и вторым номером слегка ее освежаю. Вот. Чтобы работала получше. Ну и так за машину приятнее взять, когда она не шуршита, когда она гладенькая. Ну, как вы сами понимаете, считать я тут ничего не буду. Потому что я до старки считать не умею. Чтобы их тут не было, этих вмятин. Их надо брать и делать. Вот. А просто так тратить время там считать сколько этих вмятин. Ну, я не буду. Их тут много. И этим все сказано. И много, конечно, таких вмятин. Серьезных повреждений, которые уже с потягом металла. Глубокие. Так что. Ну, тут разговор как. Будем делать, стараться. А как получится, будем посмотреть. Не. Получится это нормально. Но идеального не бывает ничего. Тем более, когда столько повреждений на детали. И довольно-таки повреждений. Таких. Ну, серьезных. Вот. Барных вмятин. Сильных вмятин. Вот. Острых вмятин. Вот. Их много. Вот. Так что тут, как говорится, сделать в идеале. Ну, я сомневаюсь, что получится. Ну. Стараться я бы. Короче. Такая красота. А вот они первые результаты. Такое, конечно, немножко грязно сделано. Вот эту вот я пока стал трогать. Вот. Ее надо будет немножко понянчить по кому. Не вот таким острым крючком оболитым. Потолкать ее чуть-чуть. Она такая будет. Не такая простая вмятинка. Ну, тут вот есть у нас окошко. Ну, а второе, вон, третье. Сейчас сниму. Покажу. В зоне открытого доступа можно потихоньку понять. Ну, вот здесь вот. А здесь вот уже усилители идут. И здесь вот. То же самое. Около усилка все. Ну, тут уже получается что-то. Хозяин зашел, увидел, улыбается, довольный. Значит, что все-таки получается. Вот окошко одно. Вот оно второе. Дальше вон третье. И еще два вот поменьше. А потом халява кончится. Это я в шутку. Как бы хорошая работа, приятная. Когда вот здесь вот открытый доступ. Вмятин много. Да, они не так легко поддаются. Как вот если посмотреть. Попытаюсь настроить. Но здесь у нас усилитель идет. И вот. Вот эти вмятины видны. И естественно вот здесь вот. Немножко неспокойно получается. Вот. Надо будет забивать. Опять поднимать. Вот эта часть. Уже как бы проблемная. Просто так два раза ткнув крючком. Не получится здесь. Ну, тем не менее. Тем не менее. Как сказал. Один мой знакомый. Терпение и труд. Все перетрут. Привет в Даистан. Мятежный гараж. Это ты ж так сказал. Вот. Тебе привет. Продолжаем ремонт капота. Вот. Вот. Терпение. Именно по местам. Которые. Есть в открытом доступе. Тут конечно еще на него. Смотреть страшновато. Вот. Он такой. Грустный весь. Ну, кое-где уже начинают появляться прогадинки. Ну, вот. Фильм Трембиту смотрю. Хе. Чтоб было веселей. Комедия. Так. Вот. Потихонечку уже на ровное место выбрался. Очередное. Сейчас сюда пойдем. Вот. Есть конечно неудобные места, в которых плохо разворачивается металл. но я не тороплюсь. Вот. Пустим так здесь. Покажу. Нет. Видно, что. Сделал как бы не совсем аккуратно. Это предстоит потом опять же. Вот. Сейчас вот с этой вмятиной неудобно я работаю. вот. Тут рядом одна. Вот она была. Вот. Вот она. И довольно таки обширные повреждения. Вот. Рядом. Вот еще. Вот. Вот. Ну, что поделать. надо аккуратно, аккуратно все делать. Поэтому я не тороплюсь. С этой стороны. Чуть-чуть. С этой. С этой. С этой. С этой. И в итоге смотришь. потихоньку, потихоньку, потихоньку. Умятины прямо исчезают. Ну, уже как бы видно. Или допустим. Гена. Вот еще. Тоже видно. Ну, ничего. Зато если все взять вот так. Уже ее. Чуть линия вот преломляет. Ну, уже по сравнению с тем, что было. Допустим. Когда вот ты видишь. Вот такие. Как говорится, все познается в линии. Вот они. Красивые вмятины. Уже такого там нет. Ну, понятно. Металл подрастянулся. Где-то я его еще подрастянул. Поэтому я не тороплюсь. Аккуратненько работаю. Дровишки вон у меня есть. Эта куша. Топится она хорошо. Вот. Так что. На ближайшие дни. Есть чем потопить. Вон, Петечка гудит вовсю тут. Тепло. Хорошо. На улице. Зима прям. Продолжается у нас работа над капотом. Все, что осталось. Осталось немало еще. Теперь под усилителями начинка работа. В свободном доступе не осталось ничего. Теперь придется либо работать хитрыми крючками. Вот такими вот закорючками всякими. Вот такого фасона. Китятами. Вот. Вот. Вот они лежат. Вот. В свободном доступе НКГ века окончилось. Я сейчас немножко тут попробовал. Поклеился. Не очень аккуратно делается. На мой взгляд. Буду теперь работать. Брать какой-то крючок. Отдельный. Подлазить где это возможно. Потом менять на другой. Так. И кружиться. Вокруг. Детали. Так сказать. С ракурсов. Чтобы это все видеть. Делать. Да. Еще один нюанс. Надо допустим. Менять какой-то угол. Да. Вот. Видно. Поднял так. Поднял так. Я не заморачиваюсь вот это вот. Поднимать здесь. Дело в том. Что вот. На. Таких подвесиках. Зафиксировал капот. И мне вот это его нянчить. Раскреплять. Потом опять закреплять. Мне проще. У меня вон там есть. Их ни одна. Ни две. Таких. Подкладушечек. Я ими уже очень давно пользуюсь. Еще с молодости. Ему же лет. Наверное 25 точно. И они любые. И бодрые. И работают. Вот. Поэтому я им пользуюсь. Дабы. Так как мне надо. Сделать у детали наклон. В нужном мне направлении. Вот такие вот планы у меня. Вот. А клеевой мне почти не понравилось работать. Вот. Как то она не очень. Аккуратно. Работает. Видно не хочет. Поэтому будем работать. Пока что крючками. Но. Вот. Китами. И чем то. Чем можно подлезть. Ну что. Продолжается эпопея. Таким сверлом первоначально сверлюсь. Потом. Так. Подсветка. Вот. Хорошую дыручку такую взял. Сделал. Чтобы крючок залазил. Вот это вот. Кокетничать. Там. Вот такие вот. Малюсенькие дырочки. Что там не особо подлезешь. Вот. Делать я не буду. Потому что. Заглушки есть всякие. Вот. Ну тут. Как мы видим. Прилично. Этих всех. Заломчиков. И вмяк. И с какой стороны не погляди. Вот. Они не. Поэтому. Чтобы везде доставать. любым крючком. Я. Сразу. Дырочку делаю. Где-то. 8-9. Там. А то и 10 миллиметров. Можно залазить. Отсюда. По усилку. Аж. До этого. Где подвес. Вот. Почти что. Тут. Кстати. Тоже. Можем. Увидеть. Как говорится. Картину. Маслом. Везде. Везде. Побито. Поэтому. Еще с этим. Не заморачиваться. Дырочки. Не будем. Скромничать. Сверлить. Маленькие. Там. Где надо. Сверлить. И делать. Теперь. Наверное. Все. Подряд. Потому. Что. Ну. Как бы. Удобно. Вот. Этой. Ерундистикой. Заниматься. Вот. Несмотря на то. Конечно. Есть. Всякие. Разные. Вот. Эффективные. Вот. Таким. Работать. Но. Тем не менее. Тем не менее. Получается. Что. Приходится. Делать. Технологические. Отверстия. Через. Которые. Можно. Работать. Попробую. Сейчас. Снять. Вот. В таком. Желтом. Экранчике. В. Теплом. Эти. Вот. У нас. Диспозиция. Шесть. Ну. И так далее. И тому подобное. Ну. Вот. Это. У нас. Как была левая. Водительская сторона. На помощь. Ну. Тут. видно все нам предстоит побороться кругом все побито продолжаем работу попробую я люблю менять папа вот таком экранчике поработать посмотрим что получится как говорится в древнегреческой посуде резкость не наводит терпение и труд все перед труд как мы видим осталось пятина вон аж где у нас вот она одна зерва осталось работаю вот такой отверточкой достаточно у него стрекончик но я работаю и этим краем переворачиваю и этим краем работаю он у нас такой более плоский мягкий имеет имеет ножевидную заточку вот так сразу два в одном у меня получается сейчас попробую выключить холодный может быть лучше будет видно кое-где конечно как говорится небольшие ляпы есть но него так какие-то маленькие неровности вот как здесь вот вот я их прекрасно вижу просто я иду и грибы собираю делаю 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 где-то вот топнулся там так резкость хочешь наладиться вот какие-то нюансы такие остаются вот опустил дальше я прекрасно вижу я потом доделаю это более тонким инструментом или более удобным вот потом сюда надо будет заходить тут как говорится есть еще над чем работать как видно вот здесь пробита в район овальцовки вот и тут ребро вылезло у нас чуть так что поработать еще есть где и чем вот работа интересная кропотливая стараюсь ее делать как можно аккуратней вот такая вот у нас диспозиция где-то ровно где-то криво в целом еще конечно с расстояние от смотришь как бы издалека состояние полчевная капота местами такие маленькие отки чистые от вмятин или там небольшие ровностями а в конечно еще состояние у него такое хочется но ничего это со временем пройдет ну вот так еще где тут где-то и жесткости нет хорошо ровно а там жесткости так называемый вот там конечно еще и пленки потихоньку помаленьку все это уход на сегодня уже хорош 8 скоро будет пора домой чтобы лишнего не сверлить здесь клеем неплохо получается а еще скажем так грязновато но это уже лучше чем было по-любому вот таких ям когда нету внушает определенный оптимизм определенный оптимизм ничего потихоньку где клеем клеем где крючком где как потихоньку очищается от вмятин либо они становятся много меньше работаю на отрыв поскольку в этих клипс сейчас как бы не такой сильный отрыв вот как мы видим ничего не перетянул если перетянул то самую-самую как раз вот то что и ценится перетягивать не надо я как бы уже отработал засекаю и нормально получается вот как я и говорил перетяг тут минимум и это хорошо забивается это довольно быстро эффективно и очень хорошо очередной этап пытаясь вот снять вот так хотя бы что ли вот так вниз пусть вот так есть маленькие нюансики но это уже розчистки а так уже вот вот эта часть довольно таки прилично выглядит вот очередной этап дефектовка такая вот получается что мне не нравится я поставил лампочку с этой стороны потом потом ну вот не везде я правда еще подлез сейчас я включу и будет все видно не везде еще ко всем я подлез я конечно вот вот это вот паная куча вот вот эта свалка я еще не делал как под усилителем там вот так вот сейчас покажу это место вот и так усилитель и так усилить как раз вот это место еще не деланное и паханая ну и опять же по рисунку вмятин видно здесь такая же фигня вот отдефектовал уже на сегодня хорош вот выключаем уже в следующий как говорится будет день будет будем подправлять то что не сделано и дело что я вот еще не сделал здесь усилители я уже подрезал мастичку вот то есть как говорится и в бое но не сегодня видно какая красота все еще вот они вмятины еще не деланные так автофокус вот ну вот для сравнения что было и что стало еще я вот отмечал очередное то что недоделки вот ну по сравнению с тем что было уже видно вмятины вот видны естественно то что еще не сделаны здесь я еще вот в этих местах как бы не делал вот это тоже вот нету доступа нечем не ковырять я поэтому переставить по-другому капот и как говорится немножко по ночи делать ну уже уже конечно хозяй ходил смотрел по лицу видно что нравится но еще тут надо делать вот новое кино для любителей мы дефектуем все дело джентра на предмет вмятинок на багажнике не все и везде видно через лампу поверьте вмятины тут прям кучками роятся вот один из примеров такое впечатление что кто-то прям взял нарочно бил вот автофокус автофокусилит но тем не менее вид багажнику очень хорошо досталось если бы кто-то учился стрелять то кучность хорошая здесь считать эти вмятины не собираюсь потому что есть у меня такая шутка что я до строки считать не умею сколько тут вмятин но одно ясно и понятно что их тут много и большая часть этих вмятин будет как мы знаем находиться под жесткостями и в труднодоступных местах вот вот такой вот красивый у нас экземпляр машинки попался вот будем делать с этим как бы капотом уже почти я доделал немножко я так решил его отставить пока вот тут кое-как недоделки обкатать инструмент надо вот сделать новые ковырялочки хочу вот проблема вся что здесь не везде вот такой вот хороший зазор а в основном встречается вот такой маленький зазор куда маякалки мой инструмент не залазит или не эффективен вот я хочу тут может 20-30 вмятин осталось таких не сделанных не тронутых хочу чуть отдохнуть где в свободном доступе есть здесь на багажнике с людьми посыпаться вот посмотреть каталоги инструмента что-то попытаться помочь самому потому что ну когда нет доступа ну это не работает получается поэтому я решил временно его отставить и на более легкую работу вот здесь на капоте позаниматься вот такая вот дефектура у нас начинать будем сначала вот тут у нас так сказать от удара от удара градины вот аж краска отскочила ну тут уже ничего не поделаешь ну надо будет подкрасить и вот начинаем как говорится сначала сначала не все так удачно можно конечно снять но все все довольно таки видно кому надо что вот потихоньку начинаем мы снимать работу уже некоторых вмятинок нету здесь вот 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 поубирал конечно это видно что еще не выдал но я и не стремлюсь вот я сейчас стараюсь работать без обойника просто захожу вот такими всякими небольшими крючочками с разными загибами делают то что мне удобно делать то что я могу сделать заходить в штатные технологические отверстия а пробить впрочем будем потом то есть сейчас стараюсь аккуратно то что лежит на поверхности потом дальше будем уже затем что придется делать применяя какие-то спец средства дополнительные так чуть-чуть в сторонку шумнять надо лампу подальше а иногда позже держать ну вот мы видим что не так уже и страшно эти ямки ковырять когда есть доступ есть терпение количество их резко уменьшается вот продолжаем дальше нашу дрынь вот она вмятина была и нету вот потихоньку помаленьку продвигаемся вперед теперь а вот у нас что у нас на очереди вот она раз и два и три и четыре и будем вот эти штуки делать вот такое окно значит смотрим макс прям как в эту с таким зеленым сначала ну это лампа вот еще вот это вот это место чуть доковырять надо вот тут ну уже оно так сильно не быкует допустим как вот эти вмятины специально так сказать для того чтобы было еще тут было раньше еще становится ну и еще один из вариантов вот здесь вот тоже это у нас другая сторона медали тут тоже вот как будто кто-то разозлился и либо такое впечатление как будто кто-то стрелял стрелял хорошо профессионально кучно понабило тут ну куда столько вот вмятин тем не менее это не творно это все град тут тоже слегка вот вначале поковырять вот тоже практически как очередь трынь вот тоже трынь уже вразнобой интересное это дело болото тащить бегемота вот так вот как не до 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 Продолжение следует...